Здравствуйте, дорогие одесситы! Добрый вечер! У нас действительно вечер добрый, потому что мы сегодня немножко поговорим об одесском разговоре. Так и называется наша программа. Одесситы, я говорю о коренных одесситах, в первую очередь, это люди с определенной культурой коммуникации, с определенной культурой общения, которая очень многих привлекает. Я имею в виду и людей искусства, в частности, поскольку создано даже за последние несколько лет несколько кинопамятников одесской культуре, которые убывают. И вот эти кинопамятники, они делались, происходили, строились не без участия наших земляков. По поводу фильма «Ликвидация», в частности, достаточно много споров до сих пор, о том, насколько точна там Одесса, насколько так ее можно показывать, где там показали точно или не очень. Я рад приветствовать у нас в студии человека, который работал консультантом в этом фильме, причем при съемках он был консультантом по Одессике. Он театральный педагог и режиссер профессиональный. Леонид Семенович Заславский. Здравствуйте, Леонид. Я не буду делать, что мы не знакомы до этой передачи. Значит, хотел, чтобы вы немножко рассказали Одесситам о том, с какими проблемами вы столкнулись тогда, когда вам показали всю эту многосерийную Клару Новикову. Это Клара Новика была до этого фильма. Но это как бы дурной пример неодесского разговора, да? Я это называю просто суррогат Одесской речи. И Урсуляк, это режиссер ликвидации, первое, что мне показали... Сергей, если я не ошибаюсь. Да. Чтобы не было вот этого суррогата, чтобы мне вот... Что вы хотите, это хаса, это песня, чтобы мне рассказать, вот чтобы этого просто категорически не было. Ну и в то время, когда ликвидация снималась, Одесский язык уже, скажем, уменьшился гораздо от того времени, в котором ликвидация проходила. Гораздо от того времени, да? Гораздо. Гораздо. И даже гораздо дальше, чем можно было бы подумать вообще. И поэтому приходилось... Первое, что мне поставил задачу Русуляк, что вот когда есть деформация в сторону Одессы, ее было много. Ее было больше, чем надо, по-моему. Но, вот у Клары Новиковых, это каждое слово так вот. Здесь дозировать. Вот если деформация 4-5, надо оставлять одну. И первая была задача, чтобы Одесситы были похожи не на Клары Новиковых, а на тех Одесситов, чтобы немножко поверить, что это действительно Одессит. Леня, а давай посмотрим маленький кусочек из твоего фильма. Позволишь? Пожалуйста. Пожалуйста, будьте добры, покажите отрывок. Не, на всеми я работал кусочками. Ну, сейчас обсудим. Да, пожалуйста, мы смотрим. Вот так. Это гарно. Как же мы пойдем теперь? Как? Не быстро. Встаем на выход. На выход. Давид Маркович, вот и на корм вы сами-то полезли, а? Я молодым мозги ставлю, а вы как... Ну, Шаша, Дава, я извиняюсь, но ты-таки босяк, некому задницу надрать. Пять пистолетов, не пачка папирос, они и такие стреляют. Ну, ты же не окно в женской бане, зачем в тебе дырка? Да, уйди, Фима. Хорошо, хорошо. Ну вот, это Маковецкий и Машков, да? Один киевлянин, другой сибиряк. Да, Машков из Новокузнецка. Из Новокузнецка, это Сибирь. Да, и при этом, при всем... Мне делали по этому поводу замечание. Ну, как можно из Новокузнецкого парня сделать за неделю Одессита? С Маковецким было гораздо проще. Я с ним уже сижу, разговариваю, мы там поработали. Он смеется и говорит, я уже все это немножко знаю. Я на него смотрю, он говорит, у меня жена Одесситка, и главный, это у меня главная теща Одесситка. Значит, я уже все это немножко... Он уже все это слушался. Одесский, скажем, деформа... Он называл это деформацией. Вот. И с ним, конечно, было гораздо проще. Очень был хороший кроскоп, к сожалению, не доживший был до конца этого фильма. Вообще, Одесская речь, она настолько специфическая, настолько не похожа. Ни на что. Ну, мы все знаем, если мы говорим, что это гыканье от украинцев, от хохлов. Ши-чи-чи-чи-жи, это щипящий, это от греков, это шо, что такое, о чем мне говорить, вот это вот все. Ну, и затягивание гласных на конце предложения, это как бы от евреев. Ну, это три такие основные позиции, но в то же время Одесская речь дам деформации, ну, совершенно непонятно, откуда взявшись. Ну, например, ну, это я тебе говорю, потому что ты мне не имеешь, то я тебе говорю. И в то же время, почему вдруг после Р твердая буква, а потом Риба, почему вдруг после Р мягкая буква. Я прошу прощения, у нас звонок в студию. Пожалуйста, слушаем вас. Одесситы будут звонить. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер, господа. Ну, наконец, как говорится, появилась и тема, как говорится, да, появилась и тема, которая, так сказать, может и обрадовать. У меня к вам просьба, не тратьте время. Вот, я хочу сказать одну или илитарную вещь. Историю, историю никогда не изучают по художественному произведению. Поэтому в историческом смысле фильме «Ликвидация», конечно, это не исторический фильм. А что касается Одессы, то там, как в крайне небольшом количестве фильмов, вот эта Одесса, которую я знаю известно, и была представлена. Зачем господина Плавского и господина Катеринского поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Значит, что касается истории, то, скажем, я, будучи еще мальчиком, я очень много, ну, жил, скажем, на Грис-Молдаванке, было у нас во дворе много воров. Так вот, о том, что здесь Жуков делал, я нашлушался. Это ни одного документа не осталось. Ну, а вся эта остальная конечная ситуация в «Ликвидации», ее, конечно, не было. Это все, так сказать, уже придумали сценаристы с режиссерами. Вот. Спасибо за этот звонок, потому что мне как раз одесситы, многие недовольны вот речью, которая в «Ликвидации». А я думаю, что что бы ты ни сделал, там все равно были бы одни довольны, другие не очень. Ну, нет, вот москвичи звонили мне на знакомые, сказали, что очень хорошо. А здесь многие… Ну, нельзя людей, которые приехали оттуда, из Сибири, непонятно, с Москвы, с севера, научить разговаривать. Ну, во всяком случае, этот фильм лучше очень многих, которые как бы на одесской специфике играли. Очень хороший режиссер. Хороший режиссер. Я думаю, что он часть жизни потратил на этот фильм. Это очень сложные съемки. Дело в том, что вот я еще консультировал такой фильм, как «Жажда», плохой же, а это ремейк, то есть настоящая большая жажда. И вот привезли ко мне парня, я сейчас напомню его фамилию, он достаточно много снимался. Вот такой акающий, такой, понимаете, вот такие москвичи, это те, кто переезжает где-то там, их стулы из Иваново, они разговаривают и акают больше, чем москвичи настоящие. Ну, это правильно. И я вот получил такого актера. Корова, чай пила, пуза холодная. Вот. И мне уже человек, я говорю, что с ним делать? Я говорю, а ничего сделать нельзя. А у него называлась Костя с Костец, скажи, даже наколка такая была. Он что делает? Я предложил. Это чтобы у него, это фишка его, понты такие у него, одесские. Ну, ты что, меня не понял? Это я такой, это я с тобой так разговариваю. Ну, он так немножко прибавил. И получился хоть немножко, одессит. Вообще, я скажу, что, помимо того, что, скажем, одесская речь каким-то образом отличается, я уже не говорю о самой построении фразы. Вот. Ну, еще жестикуляция одесская, она вообще одна единственная в мире. Ты знаешь, я хотел сказать, что мне показался наиболее достоверным одесситом у вас в этом фильме. Человек, который к одессе никакого отношения не имеет. Дядя Ешта. Вот он малословен, он очень внутренне выстроен, у него стержень, он жесткий. Он очень хорошо знает жизнь, у него пристальные, очень четко фиксирующие глаза. Это очень сильно напоминает тех мужчин, в окружении которых я вырос, понимаете? То есть, мне как раз показалось, что именно этот человек очень точно понимает одессу. Не через разговор, а через жесты, взгляды, манеру двигаться. Это очень важно, потому что мы выросли среди мужчин, которые практически все прошли войну. Это были жесткие, конкретные люди, они мало разговаривали. У нас, допустим, в моем дворе, где я вырос, женщины всегда ругались с утра до вечера. У женщины не ругались никогда, они ругаться не умели. Если вдруг они были другом недовольны, они могли убить. Поэтому они никогда не ругались, они были всегда предельно вежливы, и всегда четкие, спокойные, взгляд конкретный, и очень мало разговаривали. Они прошли войну. Вообще, Одесская речь... Оккупацию, эвакуацию, много чего прошло. Да, да, вообще, Одесская речь, она настолько не похожа на другую. Вот, допустим, в Одесской речи почти всегда, вот скажем, есть существительный глагол. Вот в Одесской речи глагол всегда ставят на конец, чтобы было понятно. А действительно, его должно быть хорошо понятно. Ну, допустим, такая фраза. Я вчера была на привозе и купила курицу. А действительно, говорю бы так. Я вчера была на привозе и курицу купила. А у меня бабушка со второго этажа, моей бабушке, через двор говорила, мадам Резник, я вчера видела вас идти на привоз. Идти на привоз. Нет, ну я курицу купила. Сразу появляется желание, какую курицу, большую или маленькую, почем купила. А если купила курицу, значит все, конец. Ну, я курицу купила. Вообще сказать, когда одесситки, ну, больше, женщины больше разговаривают, чем мужчины, то всегда, как бы сказать, они приглашают в собеседники, чтобы с ними вступили в диалог. Ну, я так понимаю, мы с тобой об этом говорили, что самый главным дефицитом в одесском разговоре являются чьи-то уши. Потому что говорить друг другу одесситы не дают. Ну, дело в том, что сказать, они не только не дают говорить, но им надо обязательно что-то говорить. Это не значит, что они будут слушать. Но им нужны собеседники, которые говорят, можно будет что-то, вот эти уши тереть. Вот этот синдром монолога, он тоже мне запомнился с детства. Ну и что, вот эти герои, я вот что заметил, что они все говорят на одном и том же одесском языке. Хотя там есть и украинский, и украинизм, и там есть отдельные какие-то люди, которые говорят более-менее грамотно. Поскольку образование у них есть. Есть люди, которые просто воспитаны на улице. И, не знаю, мне вот казалось, что это просто люди, которые взяты с Одесской улицы. Это не актеры. Ну, приблизительно, дело в том, что сказать, ну, есть еще то, что условно называется сурожек. Ну, у нас еще одно. У нас Молдаванка и Пересовь говорили на разных диалектах. У нас Островидово и Старая Портофранковская отличались по выговору. На Пересовь разговаривали гораздо более там заводские районы. Там были простые люди, работяи. И они больше гекали. Хотя, сказать, разговор на 100% о русском языке, но они больше гекали. У них были более резкие окончания. И вот это я говорю, это ты мне говоришь, это я тебе говорю. А Молдаванка говорила мягче, мягче. И там даже вот, я еще шипящий, вот это, что такое, что вы говорите, что вы мне рассказываете. Вот такие вот, это, я говорю, это от грека. И все-таки на Молдаванке было больше евреев, поэтому они разговаривали уже немножко по-другому. Они затягивали глаз. С акцентом на идыш. Мы можем сегодня сказать, что это еврейский акцент, но это, дело в том, что есть такое количество народностей. Практически это единственная страна в мире, вот так вот здесь задуматься, где почти мгновенно, мгновенно, не Америка, где англичане, там испанцы, там французы, там ирландцы, а здесь почти мгновенно, на очень маленьком пространстве, собрались на минуточку, кочевые народы, которые здесь гуляли всегда, украинцы, Бессарабия рядом, русские, весь Кавказ, Турция, Греция, гигантская шла торговля с Италией, итальянцы просто отсюда не вылазили. Два больших немецких поселения, большая долина, и Люсдорф. И всем этим руководили французы. Кляйн-Лебенталь, Гросс-Лебенталь, Люсдорф. И всем руководили французы. И вот нужно было французу понять грузина, а итальянцу молдавана. Язык вообще не был русский, но им же нужно было как-то договориться, чтобы они друг друга поняли. Уважаемые телезрители, если вас все еще интересует одесский разговор в исполнении профессионального преподавателя языка, а теперь еще и специалиста по одессике, Леонида Заславского, телефон 737-7310, не теряйте времени, задавайте ему вопросы. Он занят следующим фильмом. Я так понимаю, что есть еще фильм, которому понадобилась постановка одесской речи и одесских жестов. Ну, безусловно. Начало 70-х годов. Я не знаю, мне тяжело сказать, я даже не хочу думать о сюжете, о том, что происходит, сколько это интересно, интересно, как это все повернуется, как все это будет. Но там одесситы. Конкретно одесситы с конкретной одесской речью, с конкретными одесскими манерами. Ну, всегда немножко там, немножко карты, немножко воровство, немножко аферизма. Причем она не делится между собой, да? Что это все как бы единый слой. Дело в том, что, вероятно, скажем, к одессике сейчас возник такой интерес, там, в более северных... Народности, да. Да, и поэтому сейчас люди сюда приезжают снимать и снимают эти фильмы, которые там хорошо воспринимаются. Дело в том, что там народ, он более... Он равномерно разговаривает, там ничего не происходит. Они как-то... Вот мы разговариваем, я говорю, потом делаю... У меня неровная речь. Я делаю паузы, потом я смотрю, заглядю, понял, не понял. Потом я что-то рассказываю, быстро рассказываю, раскрою информацию. Понимаешь, в данном случае, о котором ты сейчас рассказываешь, интерес представляет не то, что ты обитатель этой культуры, а то, что ты профессиональный транслятор этой культуры. Что ты теперь занимаешься тем, что этому обучаешь других. Ну, безусловно. А там информация... Два собеседника, я информацию, ты информацию, я информацию. И они разговаривают ровно, без всплесков, без... Поэтому и интересна наша одесская речь и наша одесская манера общения. Почему? Потому что она более цветная. Она еще и афористична, чрезвычайно. Я помню, что когда я поехал, поступил в вуз туда, в Россию, значит, я должен был взять билеты. У меня в этот день был... У моего приятеля был день рождения. И я сказал, я только что взял билеты в Москву, он говорит, зачем туда едешь? Я говорю, образование получать. Он мне сказал очень интересную вещь. Папа моего товарища сказал, знаешь, в Одессе есть дома-работа, а есть дома-дома. А вот в Москве все дома-работа. Вот это очень по-одесски без всякого акцента. Понимаете? Это образ мышления. Дело не только в том, как это произносится, а еще и в том, как это понимается. Безусловно. Но он так подал, и он надеется, что его поймут. Да, конечно. И поэтому, когда Одессит говорит, он когда что-то говорит, ну не все, конечно. То есть ему нужно, это обратная афферентация. Он хочет, чтобы его поняли, о чем он рассказывал. Я разговариваю, разговариваю, ты меня понял, любимый вопрос, когда что-то говорит, ну ты меня понял, и смотрит. Тем больше, чем в нашей стекуляции, когда вот так вот я разговариваю, что-то сказал, и потом еще так заинтересованно заглядываю тебе в глаза. Даже прервав фразу на середине. Да. И при этом чуть-чуть приподняв плечики и немножко заглянув. Вот это вот. Потому что стекуляция одесская, вот в связи с тем, что собралось такое огромное количество разных народностей, потому что совершенно разные. Поэтому у нас и возникла совершенно своеобразная одесская стекуляция. И более того, это же всего 200 лет тому назад. Это там, ну и там, грузины так, как говорят, испанцы так, итальянцы пальцами. А в Одессе, так что надо было друг друга понять. Потому что если я привез два мешка коньяко, а у тебя три мешка колготы, так нам же нужно поменяться. И ты меня понял, я тебе два, ты мне три. Нет, ты хочешь три споняну. Поэтому вот эта вот стекуляция, она осталась и на сегодняшний день. Если наша Одесская речь пропадает, исчезает, то же стекуляция осталась. Можно сегодня зайти на тот же привоз и увидеть, как стоит молдаванка из Приднестровья, разговаривать со своими подружками на молдавском, к ней подходят, она отвечает русскому на русском, украинский-русской, что вы хотите, гардии помидоры, все как разгрядки, все, да попробуй, она разговаривает по-одесски, она так же разговаривает руками. У нас еще звонок. Вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Это уже не по-настоящему, не природно. Делается. В Одессе говорили, делается, да? Да, 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 слушаю, она делается. И вот даже газета «Моряк Украины», всеукраинская газета «Моряк Украины», откройте предпоследнюю страницу каждого номера. Там анекдот, не анекдот, либо там, там диалоги, диалоги. Это чисто одесская тема, это чисто одесский язык. Ну, слава богу, что еще есть, так же, достатки сохранены. Или, допустим, на ее благословании, еще годом, два года тому назад, там была тир, стрелка будка. Так, сбоку на этой буксе было написано какие-то фразы. Абраша, ты помнишь, ты умеешь стрелять? Ой, Соха, он у тебя стреляет. Это была реклама. Неестественно, но остатки какие-то сохранились. А сумели мы сохранить на будущее? И кто это будет сохранять? Пожалуйста, ответьте, господин Дрючевак. Спасибо. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, хорошо, что есть, чем рекламируют, чем рекламируют. Конечно, переборы очень сильные. Но язык одесский, он, видимо, менялся еще в середине 19 века, наконец. Он менялся всегда. И он постепенно начал растворяться, потому что, скажем, центральные районы, старые дома, коммунальные квартиры их просто расселяли. Я хотел тебя спросить. Ты знаешь, как одесситы себя называли вот до середины 19 века? Не одесситы, они себя не называли, не было такого слова. Они себя называли обессаны. То есть на французский манер. И первая газета, которая в Одессе вышла, она вышла не на русском, не на украинском, она вышла на французском языке. Ну, это руководили французы, хотя их было не так уж много. Но дело в том, что, скажем, этот одесский язык, почему он начал исчезать? Потому что центральную часть города просто начали расселять. Очень многих отправили в село Котовского, на Таирово. И поэтому, ну вот я знаю, скажем, в центре города большие коммунальные квартиры, где там в одной коммуне жило по 5-6 семей. Потом выкупили. Семья живет одна. И люди, которые уехали на то же самое Котовское, на то же самое Таирово, они еще где-то носители, скажем, какого-то одесского языка. Но их дети уже совсем другие. Они уже разговаривают на другом языке. Единственное, что осталось в Одессе 100% это жестикуляция. Потому что мы через глаза получаем информацию даже не в 100, а в 1000 раз больше. И вот эта вот манера, эта одесская жестикуляция, эта одесская, я бы сказал, манера поведения, она еще в Одессе присутствует, и достаточно долго еще будет присутствовать. Более того, даже люди, которые попадают сюда из других районов, языка они уже не воспринимают. Но вот это вот, общение, они его прихватывают, начинают где-то, скажем, ну, визуальная память, она срабатывает и начинает, скажем, пользоваться. Я так понимаю, что Одесса обязана тебе, как режиссеру, еще целым рядом своих коллективов, которые ныне действуют, в том числе и профессиональных. Ты хотел бы что-нибудь об этом рассказать? Я понимаю, что это не очень простая тема. Начиная с масок и кончая ныне действующим детским театром. Ты ведь детский педагог театральный, причем с огромным стажем и опытом. Ну, дело в том, что я где-то, не помню, в 68-м году я занялся пантемимой, потом в течение восьми лет вел студию пантемимы в Одесском дворце студента, потом организовал театр пантемимы Одесской филармонии, потом стал последним, маски впоследствии, потом я со своим театром с другими и работал в России, Росконцерт, Росконцерт, Союзконцерт, потом вернулся в Одессу, когда уже все это начало портиться и разваливаться. И преподавал, у меня были детские театральные коллективы, преподавал в консерваторе, я преподавал сценическое движение, пантемию и пластическую культуру. Ближайшие планы связаны с кино снова, снова с Одессикой? Сейчас у меня детский театр, который у меня работает, ну, в основном, работаю в русском театре, филармонии работаю, сейчас у меня на Вильямса, там есть такой талант-клуб Лаки, мы там работаем, небольшой зал, но там все. Там у меня это не детский театр, это театр для детей, там у меня работают ребята и 35, и там 25, взрослые люди, актеры у меня там профессиональные, работают уже. Вопрос? Вопрос, какие планы по кино, связанные с консультированием киношников по Одессике? У меня очень простые планы. Когда меня приглашают, вот сейчас я получил 10 серий, которые я сейчас сижу, вот уже, сказать, 6 поправил, сижу и аккуратно правлю, то есть, превращая их в более Одесский, потому что их писали какие-то москвичи, не в одно хво, я просто превращаю фразу, где-то достаточно иногда поменять существительность глагола, вот. Дальше, когда приезжают артисты, скажем, оттуда, скажем, ну, в основном там российские, с киевскими, проще, вот, я просто встречаюсь с ними, общаюсь с ними, пару часов поговорить, и, как правило, если я с ними, я всегда требую, чтобы встреча с актером у меня пришла накануне, чтобы я с ним поработал там несколько часов, вот за ночь, ну, актеры, у них невероятно развита аудильная визуальная память, они запоминают, это движение, пластику, речевые, какие-то, сказать, деформации, и они утром, они часто уходят совершенно обалдевшие, я не знаю, как я завтра буду сниматься, что утром приходят, у них это все укладывается, они уже улыбаются, они уже говорят пару фраз, они уже читают, и немножко, и получается, ну, конечно, сделать за несколько часов человека одесситом невозможно, но, хоть приблизить его, и мне говорят так, я говорю, что вот в Одессе, они говорят, наш не интересует одессу, мы кино снимаем не для Одессы, а для гораздо большего пространства, вот, в общем, тем не менее, они обращаются к одесской реальности, потому что в ней есть что-то такое, чего нет в других городах, просто, я бы даже сказал, что одесситы, это на уровне подсознания, мы же не можем, ну, хорошо, красивый человек что-то размахивает, другой тоже красивый, но вот как-то по-другому, так вот, одесситы чуть-чуть отличаются от других, и им это нужно, потому что, если они снимают фильм об Одессе, значит, одесситы должны чуть-чуть быть другими, это непонятно в чем, в языке, в разговоре, в манере, во взгляде, дальше одесситы, вот даже сейчас, они неровно разговаривают, что-то, информацию я излагаю быстро, потом я делаю паузу, потому что, потом требуя оценки, безусловно, сигнала понимания, безусловно, и самое главное, что я говорю, мы с тобой там были, ну, а потом понятно, что пошли, и ты должен понять, что, ну, куда пошли, ну, пошли там, понятно, заиграл, так вот, вот эти вот глагольные, окончания, в Одессе гораздо больше, потому что, если я заканчиваю какую-то фразу, которую я там долго-долго говорил, 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 ну, ты такая красивая, сейчас я, это удивительная, с глазами, это я тебя люблю, так вот, я могу перечислять, какая она, полчаса, но самое главное, что я люблю, и вот это вот, люблю, это все, о чем я говорил, так вот, Одесситы больше делят свою речь на информативную часть и, скажем, эмоциональную, 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 вот, и тем они отличаются, то есть, я могу долго-долго рассказать, какой ты плохой, потому что из-за этого я тебя убью, и вот в этом убью, вот, ну, а в такой, такой бытовой манере разговора всегда почему-то говорят-говорят, и, ну, Занган с любимой, ну, ты меня понял, вот, то есть, всегда, глагольная форма, действие, что такое вообще, что такое театр, что такое, это действие, действие физическое, действие словесное, которое выражается в глаголах, ну, и действие внутреннее, вот эти вот паузы, которые я делаю, чтобы я понял, это, это все это называется внутренний монолог, вот, так вот он озвучивается, тут он, тишина, циркуляция, даже, меня поняли, так вот, скажем, одесская речь, вот этим внутренним монологом, она отвечает тем, что его больше, чем, скажем, речи более северные, может быть, может быть, это вообще, может это связано с тем, что вообще, чем южнее, тем больше, вот, скажем, этих пауз, неровности речи, мы, как разговаривают, что такое, и тоже паузы делают, вот, но что на 10, отличаются тем, что, скажем, вот эта вот собирательность, огромное количество народностей, принесли какую-то, ну, коррекцию, это даже не вопрос культуры, это вопрос какой-то корректировки друг друга. Все-таки, одесский язык, он недоязык, или он суперязык? Это как бы высшая форма понимания, относительно обычного языка, или это как бы результат нашей общей безграмотности, малообразованности? Или и то, и другое? В свое время, этот язык был не похож ни на кое-другой, он вообще отличался с вершин. Сегодня мы, скажем, из-за, скажем, увеличения этого города, и что-то понаехали, ну, что делать? Ну, и уехали многие, кто-то. Да, он очень, да, есть, я в Москве встречался, скажем, с какими-то небольшими группами, там, где все-таки общаются между собой, и вдруг случайно попадаешь, там сидят, все разговаривают на каком-то непонятном одесском языке, на который уже Москва наложила какую-то свою определенную печать. Вот. Одесский язык отличался, и, к сожалению, он умирает, но все равно, мне кажется, что остается, умирает, и я не знаю, сколько лет он еще будет жить, но все равно, какой-то момент общения, какой-то момент взгляда, какой-то момент отношения, знак некой принадлежности. Да. Он еще остается, и достаточно долго, мне кажется, будет существовать, и мы, и я думаю, что еще наши дети будут им где-то пользоваться. Как долго. я думаю, что он несколько раз за эти 200 лет менялся, и тем не менее, он оставался одесским языком, думаю, что это все-таки не гибель языка, не смерть его, а какое-то определенное перерождение. Вот будем надеяться в этом смысле на лучшее. У нас в гостях был Леонид Заславский, театральный педагог и режиссер, который занимается тем, что обучает московских актеров одесскому языку. Пожелаем ему успеха в этом благородном деле. Спасибо за то, что вы у нас были. Всего самого доброго. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok